Тема 824. Юрта на даче. Я нашла универсальный вариант для всех, которые хотят зарабатывать так же, как жители курортных городов с дачей жилья в аренду. Как вы поняли из статьи «Экзотический отдых в своем городе», сдаваемое жилье должно быть достаточно экзотическим, чтобы привлечь к себе внимание, и оно должно выдерживать российские морозы, чтобы его можно было сдавать не только в июле, а также оно должно быть недорогим, чтобы зарабатывать с его помощью могла даже самая небогатая семья. Конечно, это юрта. Юрта – это жилье коренных народов, кочевников Монголии, Бурятии, Казахстана и других. Как я узнала из интернета, в Бурятии, к примеру, резко континентальный климат, летом жарко, зимой холодно. И если бурятские кочевники выживают в условиях суровой бурятской зимы, значит, выживут и ваши гости, которых вы поселите в своей юрте. Как написано в Википедии, юрта очень легко собирается. Одна семья может собрать ее всего за час. Видео на сайте Artobase. Компания, которая продает готовые юрты, в том числе и на заказ. Юрта диаметром 3 метра, в которой могут отдыхать 1-2 человека, стоит от 35 до 65 тысяч рублей. В зависимости от комплектации, юрта диаметром 5 метров по цене от 62 до 116 тысяч рублей, вмещает 5-6 человек. Такое жилище вполне можно установить прямо на своей даче и сдавать гостям и туристам. Хоть жителям своего города, хоть жителям области, хоть иностранцам, желающие, я уверена, найдутся. Отдых в юртах раскупается на ура. Юрта в Германии на 4 человека, сдаётся по 4 тысячи рублей в день. В принципе, недорого, потому что туалета и ванны в юрте нет. Но гости не остаются без удобств. Они со своими нуждами ходят в хозяйский дом. Но вот есть на юрты, в которых есть все удобства. И, несмотря на высокие цены, 7-9 тысяч рублей в сутки, эти юрты арендуются. Практически каждый день, круглый год, одна из юрт, так называемый домик на дереве. Хотя на самом деле это трейлер, стоящий на краю лесного склона, его страничка. В этом трейлере все удобства, и туалет, и душ, и кухня. А если пройтись по дощатым мосткам, то вид будет действительно как из домика на дереве. Так что если у вас есть земля, в том числе и холмистая, из неё всегда можно соорудить какой-нибудь кусочек жила экзотики. Но не думайте, что хорошо и дорого сдаются только юрты и домики на дереве, со всеми удобствами. Я нашла две юрты в Великобритании вообще без удобств, которые сдаются по 7-9 тысяч рублей за сутки. Одна расположена в Лондоне в частном дворе, страница. Urban Brew Room 705 210 В суровую английскую зиму она тоже сдаётся. Во всяком случае, хозяйка приглашает гостей. На фото и следы чьи-то отпечатались. Кто-то в эту юрту точно зимой ходит. А вот ещё одна юрта, её страничка. Urban Brew Rooms 2 793 521 Расположенная вдали от города, но тоже в Великобритании, в глухой провинции, где нет даже выхода к морю. У этой юрты нет даже навеса от солнца, не говоря уже о хоть каком-либо туалете. Выходит она на хозяйский огород с неровным искусственным травяным покрытием, даже постелить аккуратно не смогли. И эта юрта сдаётся по цене 9500 рублей за сутки, и желающая есть. Видимо, действительно, экзотика притягивает гостей. Так что, если вам интересен бизнес по приёму гостей, покупайте юрту, обустраивайте её, рекламируйте хоть... Earned. При этом учтите, что юрта по-английски пишется как... Юрт. Хоть в ближайших туристических агентствах. Однажды по телевизору показали молодую женщину-учёную, которая променяла Москву, где она могла бы остаться, на свой родной край, Таву или Бурятию, я не помню. Так вот она сказала журналисту, квартира мне не нужна, я поставлю юрту в любом месте степи, и там... Буду жить. А чем это говорит? Юрту можно поставить где угодно, в степи, в лесу, у себя во дворе. Она не является объектом недвижимости, и за неё не нужно платить налог на недвижимость. Сейчас вот многие люди жалуются, что государство выделяет им землю под жилье, вдали от деревень и городов, а жить там невозможно, там ничего нет. Ни канализации, ни водопровода, ни электричества. Давайте выходить из ситуации, как всю жизнь выходили кочевники, при любой власти и любой цивилизации. Если есть земля, на неё можно поставить юрту, и нигде не регистрировать её как объект недвижимости, которая укроет семью от жары летом, от холода, зимой, в которой можно жить и с помощью которой можно зарабатывать, приглашая в неё отдохнуть уставших горожан с деньгами. Можно даже несколько юрт в ряд поставить, фото сайта. И одному в степени скучно, и денег можно заработать настолько много, что вы не только не будете просить что-то у государства. Вы Государство попросите вам не мешать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»